Вот вообще не стоит подрезать людей на подобных автомобилях Во-первых, она не управляется То есть там рулем чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус Она как ехала, так и едет Во-вторых, если кто-то сильно плохо ведет себя на дороге То есть сильно подрезает Ну, короче, не прав Ларе говорит, что он не будет особо там перестраиваться Он будет ехать И, ну, как бы отстаивать свои права Потому что, вы видите, ему все равно Все равно Привет, друзья! Вы меня часто ругаете за то, что я вам рассказываю про всякие дорогие машины Типа X5 до Range Rover А позволить себе такие тачки могут только папики Их девушки с большими губами Ну, вот вам на контрасте, пожалуйста Три автомобиля по 20 тысяч рублей Некоторые даже дешевле То есть машины по цене хорошего, дорогого самоката Их должно было быть четыре Артем, герой из Пензы Хотел выехать к нам навстречу И даже выехал Но, к сожалению, автомобиль стал на полдороге Артем, привет тебе И спасибо за то, что старался Вот эти вот крутые парни предоставили крутую машину для съемок Меня Ларя зовут Меня Сергей Сережа Парни, на самом деле, молодцы Я не стебусь Я ни в коем случае не издеваюсь Я считаю, что купить такую машину И начать ее курочить своими руками Это просто вот такой вот путь Это отлично Я шла по этому пути Поэтому я сейчас кое-что знаю Парни, рассказывайте Машина 2005 года Мотор карбюраторный Ну, вот гнилая Вот, правда, единственная Это у тебя вентиляция, да? Да, это вентиляция Тронторонный, естественный летний режим Естественный летний режим, да? Колеса разварки Ну, это уже поддерживать стилистику Наклейки Все, в принципе, все то, что на ней стоит Из таких вещей Это все отдали мне товарищи То есть, это все за бесплатно Ничего на нее Ну, глобальные какие-то деньги На нее не тратятся Ничего не покупал Ты ее взял за 18 Да, за 18 тысяч За 19 вместе с домкратом Который лежит в багажнике В чем резина-то зимняя? Ну, потому что сейчас пока нет денег Чтобы ее поменять Везде вмятины Но кузовщина, как бы, на нее стоит недорого Ну и, в принципе, я не знаю Такую машину, как бы, не стоит, мне кажется Так сильно прям жалеть Ну, как бы, и детали Если потребуют Ты сам перебираешь Разбираешься Ну да, я могу То есть, ты разбираешься Да Масла, фильтра Но все стоит Там После покупки я поменял масло Полутора тысяч рублей за канистру Фильтр, там, рублей 300 Топливный фильтр 50 рублей Все сам делал Да, все, как бы, можно сделать самому Ничего сложного нету Потому что машина, ну, сама по себе простая Никаких датчиков, ничего такого нету Все работает Просто ездить ты купил, или какая-то цель? Ну, на соревнования хотел попасть Но в этом году вот не получилось Вот эта колонка, я не пойму Это реальная колонка, или это подлокотник? Нет, это колонка, вот она Низкие показатели дали неуспешных попыток установления голоса Ну, это же обычная колонка Да, это обычная домашняя система Помимо того, что ты масло и свечи поменял Чего ломалось, а? У меня захрустела коробка Ну, вот с коробками я не умею обращаться никак Ну, в плане ремонта Есть организации, которые меняют Твою сломанную коробку на перебранную Исправную И за это мне пришлось отдать Порядка 5-6 тысяч Ну, плюс еще сцепление Тоже порядка полутора-двух тысяч рублей Ты реально ездишь на ней по Москве, или нет? Да, да, да Я на ней езжу каждый день Тут у нас карбюраторный двигатель Объемом 1,5 Пару дней назад у меня потек кранчик печки Стоит он недорого Точно сейчас не скажу, сколько Замена его очень муторная Потому что он находится в салоне под торпедой Очень сложно Сейчас, что касается цен От года выпуска уже условно ничего не зависит Вот у Сережи, например, есть шестерка Тоже 18 тысяч рублей Но она на 10 лет постарше Даже на 11 И она стоила тоже 18 Просто у нее состояние лучше Ну, как ты считаешь, вообще крепкая машина? Вот парням молодым стоит покупать с бюджетом таким-то? Я думаю, вполне Потому что, ну, машина по большому счету неубиваемая А то, что если что-то и ломается, то стоит копейки Все можно поменять своими руками здесь Везде можно добраться, подлезть Все очень просто Технологии 70-х, 60-х годов Руль практически не поворачивается на месте Это, ну, мне нужно всем телом налегать Это очень шумно Но при этом, ребята, эта машина за 18 тысяч Она едет, она едет У нее по амперу 700 рублей стоит А у меня мой гребаный мерседес Заправить нужно на две с половиной тысячи Вот это я понимаю Люди умеют ездить А не мы халявой занимаемся на мерседесах Сейчас мы приехали в наш ЖК, в котором я живу И как же нас, жителей, всех заколебали Вот эти вот проклятые тумбы Я все понимаю, когда их ставят там Где они мешают людям там проезду Из-за того, что на их место паркуют машины Но как объяснить вот это? Вот это, понимаете? Вот сейчас поворачивает машина А когда их две одновременно? Короче, вот сейчас мы вот тут тумбу подвинем Нахрен, спасибо большое ребятам за это Подожди, оглушат, оглушат, оглушат Тут реально весь жилой комплекс Страдает от этих гребаных тумб Чем думает здесь администрация Мы вообще понять не можем Спасибо, парни, большое спасибо Этот автомобиль был куплен Четыре года назад за 8 тысяч рублей И вот здесь вот такого не было По признанию собственника А именно Ярослава Он был в гораздо лучшем состоянии У этого автомобиля по прибору Тоже, как видите, 80 тысяч километров пробега Ярослав говорит, что она ездит Просто после зимы у нее аккум сел Слушай, подожди, а вот там вот Граната взорвалась у тебя под консолью Это... Да, ну... Она на самом деле ездит, нет? Ну, я варил ее местами Поэтому мы все разбирали А год выпуска я забыла? У нас второй год, да Ты сам, что ли, варишь ее, да? Да, сам То есть у тебя сварочный аппарат есть? Все есть Откуда знания вообще? Откуда ты сам можешь это ковырять, разбирать и так далее? Сам начал вертеть, крутить все эти болтики, разбираться в моторах За четыре года что сломалось и что-то изменил, что перебрал? Коробка ломалась? Да, там пятая не включается, к сожалению Ее надо снимать, то есть это надо машины, естественно, весь двигатель вытаскивать Ну, думаю, летом займусь этим Смотри, а столько ржей, чего с ржой? Вот с этой ржой чего-то можно сделать или это нереально? Это все меняется, вся эта арка Так все остальное нормально, естественно Ну, радиатор я тоже новый ставил, естественно Бачки вот эти тоже новые, ну, естественно, по электрике тоже там местами менял Когда она последний раз вообще ехала? Последний раз она ездила вот как раз летом, когда я спилил крышу Спилил крышу? Да, потому что я боюсь, что на такое ездить нельзя, но надо проваривать, естественно А как такая идея пришла, слушайте, сделать из этого, как вряд ли? Совершенно случайно Надо что-то новенькое, потому что мне надоело одно и то же Как ты говоришь, что ты багажник выпрямлял? Ну, в общем, ехали в поле ночью и не заметили дерево Почти пол багажника ушло внутрь Мы решили взять трос, привязать его к дереву, привязать к бамперу машины И в багажник положить домкрат Мы растянули его и, дергая машиной, выпрямляли его изнутри домкратом Лена, оператор, я-то не обратила внимания Лена, оператор, сейчас обратила внимание, что она у нас не просто кабриолет, а на купе кабриолет Задние двери-то заварены наглухо с варным швом А ты говорил, ты ее в деревне покупал кататься, ну, соответственно, там по полю, по деревне, да? Да Именно для этого я ее сначала покупал, чтобы кататься с друзьями Там кататься на водохранилище, естественно, потому что там далеко довольно-таки пешком ходить На крыше ребята катались тоже Прикольно, вот кто-то бухает, кто-то колется, а кто-то на машинах катается и машина своими руками собирает Вот какие у меня подписчики Ярослав, спасибо тебе большое человеческое за твой, ну, не могу сказать прекрасный автомобиль За твой автомобиль за 8 тысяч рублей Спасибо тебе большое за то, что ты рассказал о нем Если захочешь, если ты будешь его делать, захочешь об этом рассказывать, welcome, я всегда приеду и расскажу Парни, вы даже не представляете вообще, что сейчас будет происходить Да, не рулек, конечно, надо подрегулировать Вот Вот этот замечательный американский самокат достается вам, дорогие мои, любимые подписчики За то, что вы такие добрые и хорошие Это настоящий американский самокат Рейзер Он, это самый популярный бренд в мире Настоящий американский Для таких даже, извините, коней, как вы, он тоже подойдет Потому что для взрослых, в принципе, он регулируется Можно и для деток малых от 7 лет Они перепрятывают самокат, чтобы я не передумала На самом деле, парни, спасибо вам огромное Вы мне дали прокатать, дали мне вспомнить молодость Покататься на той машине, на которой я училась водить, на самом деле Ну и вообще понять, можно ли купить машину, уложившись в 15-20 тысяч рублей Ярослав вообще за 8 купил Да, за 8 Спасибо, что приехали Мы попрощались с парнями и поехали к нашему последнему участнику уже вдвоем Потому что ребята хоть и молодые, но работать нужно, денежки нужно зарабатывать, чтобы покупать запчасти на свои автомобили В общем, спасибо парням, они поехали на работу Ярослава мы оставили Очень застенчивый, приятный молодой человек Ларя и Сережа тоже приятные Просто чуть менее застенчивые Когда выключается камера, они вообще веселые и зажигательные Им бы только коммеди-клаб везти И сейчас едем смотреть вполне себе утилитарные автомобили Это будет четверка Жигули Но тоже она будет, как вы понимаете, не молодая и не свежа Однако же, четверка, это к тому же еще и возможность перевезти в холодильник Перевезти в посудомоечную машину Или засунуть туда матрасик и при необходимости внизу ночевать Если жена из дома выгнала Антон! Что это, Антон? Это аэрография, да? Можете называть Так вот, как? Щетка, время И вот результат Ну, на самом деле, сдалека хорошо смотрится очень Это, знаешь, было какое-то кино такое Где американский какой-то чувак злобный гонялся Старых, да Да, да, гонялся за всеми и крошил всех Расскажи, год, что ты с ней делал? Твоя ли эта машина? Откуда она взялась? Сколько она стоила, когда покупал? Ну, машина, да, моя Год, если не ошибаюсь, 96-97 В принципе, не старая, но почему-то все Он как бы неопределенный какой-то год, такой неточный, средненький год, да? Ну, по-патейски написано 96-й Неизвестно, сколько она еще стояла перед тем, как купили А когда она была тобой приобретена? Если не ошибаюсь, полтора года назад И ты прям ездишь-ездишь? Да Слушай, а это тоже какой-то вариант аэрографии? Или это ты пытался кусок из двери вырезать? Это ДТП случилось в конце января Мне девушка, так сказать, в эту часть прилетела Крыло, дверь, задняя дверь, все, по бочине она мне прошлась Ну, это, так сказать, был первый бюджетный ремонт Откуда? Знание-то чисто по книжкам? Ну, разбираюсь, если не разбираюсь, тогда уже интернет, книжки, знакомые, друзья помогают За полтора года практически ничего не сломалось, потому что как только купил, сразу была поменена полностью вся проводка Я от и до тормоза полностью перебрал, ну, как бы, тормоза это одна Кузов, к сожалению, пока у меня нет желания делать Народ пугается тебя с такой аэрографией? Ну, кто как относится, кто-то просто посмотрит, там, завулыбается, уедет Кто-то большие пальцы вытаскивает из окон У всех необычная реакция Тебе просто нужно это по работе, что ли? Больше для моих личных целей, там, достроить гараж свой, отвезти весь хлам из гаража, что-то на дачу отвезти Здесь тянет, здесь шумит, там пластик гремит, здесь еще что-то Блин, самое смешное про эти машины говорить про пластик гремит Вот те, кто на них никогда не ездил, они, наверное, могут такие слова произносить Пластик гремит А мы сейчас ехали, какой нафиг пластик? Ну, на самом деле, если поискать, за 20 тысяч можно в лучшем состоянии взять Чем вот это, да? Да, ну, как бы универсалы, те же самые даже четверки, почему дороже? Универсал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова